В Сочи установилась очень жаркая погода. Совсем недавно вода в море была прохладная, но сейчас прогрелась до 27 градусов. На побережье много людей, и каждый с жарой справляется по-своему. Водичку, конечно, пьем, да. Закупаемся водичкой. Ну, либо сидим дома и выходим вечером гулять. Ну что, не знаю, мы плаваем, купаемся, нагло льем водичку. Длительное нахождение под прямыми лучами в период большой солнечной активности чревато последствиями. Поэтому нужно к своему самочувствию относиться внимательней. Ну, а если вдруг кому-то станет плохо, то помощь отдыхающим могут оказать в медпункте. Они есть на всех крупных муниципальных пляжах. Если у нас отдыхающие здесь вот лежат под зонтиками, мы им ходим, я каждые полчаса хожу, предупреждаю, смотрю, если кто-то уже у меня сильно загорел, я, конечно, их предупреждаю. Одеть головной убор или лечь под зонтики. А вообще нужно больше пить. В жару рекомендуется больше пить водички. В жаркую погоду нужно помнить о простых правилах. Для человека с хорошим здоровьем обязательно носить головной убор. Стараться не находиться в самые жаркие часы под прямыми солнечными лучами и пить как можно больше воды. Причем простой, не содержащий добавки и сахар. Иначе последствия будут весьма неприятными. Первое последствие, конечно же, тепловой удар. Это состояние не такое безобидное, как некоторые думают. Это состояние, которое касается всего организма. В том числе и солнечные ожоги могут быть достаточно глубокими и доходить в глубокие слои кожи, вздуваться пузырями, оставлять следы, шрамы и так далее. Себя нужно беречь и, конечно же, очень надо беречь своих детей. Людям со слабым сердцем и хроническими заболеваниями медики рекомендуют в пиковую жару не выходить из дома и контролировать свое состояние, следить за артериальным давлением и соблюдать рекомендации медиков. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.